приветствую вас уважаемые друзья сегодня хочу с вами поделиться с очередным моим опытом и еще рассказать и показать вам одну очень интересную важную и нужную информацию дорогие под многими моими видео на ю тубе я видел комментарии что антуан вот тогда вы ведете вебинар выкладываете эти видео до в этих видео вы постоянно ходите туда-сюда ходите антуан сядьте пожалуйста голова кругом идет нам это неприятно антуан сядьте труда заметьте что я и сейчас хожу туда-сюда потому что в этом есть очень большой смысл и я с этим хочу с вами поделиться а после этого я хочу с вами поделиться с моим другим опытом связаны с маленьким ершицкий интерьером который кусал руки хозяйки не пускал чтобы на него надели поводок ошейник трогали шею снимали ошейник надевали аж они прям кусал руки с этим опытом тоже поделюсь и надеюсь что это вам поможет друзья а вот почему я хожу туда-сюда очень хочу чтобы вы это услышали дорогие вот я предоставляю вам эту возможность пожалуйста возможно большинство из вас об этом даже и не знают потому что я эту информацию узнал где-то месяцев 6 назад случайно но как вы знаете случайных случайности не бывает да я практически всю жизнь даже еще когда школы не было во время моих консультаций по skype я и тогда ходил интуитивно а потом где-то полгода назад я нашел вот эту информацию с чем мы с вами хочу поделиться дорогие хождение туда-сюда некоторые люди постоянно рассказывают из стороны в сторону как я знаете когда ждут рождения ребенка или в аэропорту ожидая посадку причина этому жидкость в наших ушах когда мы ходим волоски внутри ушной раковины чувствуют движение этой жидкости именно поэтому мы укачиваем ребенка чтобы он заснул это укачивающее движение у взрослых переходит в привычку ходить туда-сюда а в стрессовой ситуации это помогает нам успокоиться когда выходим из стороны в сторону мы принуждаем наши стопы попеременно касаться земли снова и важный момент друзья это не интересный эффект и кроножные мышцы задняя часть корень не известны в науке как второе сердце когда эти мышцы сокращаются они проталкивают кровь вверх это способствует мыслительному процессу потому что и основное и второстепенное сердце работают вместе чтобы кровь активнее приливала к мозгу знали об этом дорогие подхождение туда и сюда таким образом действительно полезно для мышления и очень многие творческие люди замечают за собой такую привычку друзья надеюсь ответил на ваш вопрос пользуйтесь этой полезной информацией а сейчас про маленького йорка который кусал руки хозяйки и не давал надеть на себя ошейник или вообще трогать шею приятного просмотра антуан вот у нас есть несколько прям таких тем еще запросов и есть прям один вопрос он просто с агрессией связаны я связалась с хозяйкой запрос от светланы в чате звучало так что делать если беру за ошейник а собачка начинает кусаться активно беру за ошейник собачка кусается активно и не дает прохода начинает прям бросаться светлана пишет если я поправляю ошейник он пытается меня прикусить делаю замечание натяжением еще больше начинает огрызаться и прямо вот в бешенство входит антон есть видео есть просто как дома он себя ведет я попросил видео есть ошейником ошейником к сожалению нету антон хорошо светлана хорошо сейчас сейчас все посмотрим вам поможем просто очень бы хочется светлана пожалуйста чтобы если у вас есть такая возможность помочь нашим другим ученикам быть вы тоже нуждаетесь в помощи пожалуйста можете рассказать почему ваш шестимесячный щенок на ваш взгляд начал себя так вести хочется понять вы поняли или нет светлана пишет виноваты я это не вы не виноваты светлана дорогая давайте вы это новый поток возможно вы мою моим с моим мировоззрением не особо знакомы не только с моим но с мировоззрением школы светлана дорогая мы не склонны кого-либо винить вместо того чтобы винить мы наставляем поймите мы вас не виним мы просто хотим чтобы вы опытом поделились вот и все это не обвинение уважаемые поймите никогда никого ни в чем не виню да но если взять вину во первых вина это очень плохо очень чувство вины может убить человека уничтожить внутренний мир поэтому никогда не вызывайте чувство вины и не позволяйте чтобы к вам так относились любой человек тем бы он не был если хочет наделить меня чувством вины мгновенно говорю стоп слушай кирилл я понимаю то что ты сейчас делаешь ты хочешь меня загнать чувство вины чтобы мной управлять друг я очень хорошо разбираюсь в этих ситуациях попрошу тебя со мной так не общаться потому что я все чувствую я так сейчас говорю людям и этот человек перестает как-либо к со мной общаться с такими подковерными моментами друзья будьте честны перед самим собой не дайте загнать вас тупик ирина антуан светлана и пишет что могу даже объяснить то есть причины следственную связь как я понимаю светлана очень вот именно этого я и хочу от вас уважаемое чтобы другие тоже услышали поделитесь опытом я же 20 сколько лет делюсь опытом вы тоже поделитесь пожалуйста чудесную вещь написала светлана я и не сомневался на руках жила малышка на руках нет он сломал и месяц ссюкались и носили на руках его вот я же говорю на руках жила я же ничего другого не сказал верно на руках да да был перелом лапы и месяц целый ссюкались на руках носили помимо сюсюкивания эти руки еще и что-то делали неприятное да для собаки неприятно поэтому приближение рук к этому району возможно так 8 светлана что еще скажете тогда вам еще один вопрос светлана скажите пожалуйста на ваш взгляд если бы к примеру с таким знаниями как у вас сейчас сравнительно да то есть если вернуть время назад с такими знаниями как сейчас у вас есть как бы вы поступили вот это очень интересно собака сломала лапу плохо да да это очень плохо но имея знание как бы вы сейчас отнеслись к этому вот это хочу от вас услышать скажите как есть светлана вас никто не будет винить если вы напишите что антон я бы все равно носила бы на руках это это нормально поймите мы не виним вас хотим чтобы вы просто понимали почему так происходит и чтобы у вас был выбор в эту дверь идти лифту пойду в ту дверь так случится пойду в ту абсолютно другое случится у вас должен быть этот выбор потому что большинство людей живут не понимая что у них есть выбор они считают что это нормально и так должно быть но это не так всегда есть выбор светлана как бы в час вы поступили дорогая напишите пожалуйста степана написала о если бы знание и туда он наверное и не сломал бы лапу уже не носила бы просто ограждал от ненужных взаимодействий позвольте процитировать сократа на сообщении светланы единственный добродетель знания единственное зло невежество сократ спасибо тебе огромное вот ребята как раз и пишут что наталья сероглазово пишет видео антуана очень помогали несколько лет но светлана возвращаюсь к светлане и к нашему другу семейничного тирану светлана пишет что узнала поздно про вас на два месяца позже уже вот этой сложившейся ситуации которая углублялась светлана дорогая ничего страшного зато сейчас как говорите лучше поздно чем никогда да хорошо что сейчас вы узнали и сейчас вы находитесь здесь или на мы можем светлана подключить потому что вот так конечно вы готовы подключиться пообщаться у меня к вам вопросы есть чтобы понять немножко психотип нашего друга понять что как все светлана с нами здравствуйте или на сделать светлана крупный здравствуйте уважаемый здравствуйте здравствуйте рада вас видеть от либо я тоже с нашим барбосиком я борюсь иногда он вообще я вот просто замечаю он иногда идеально себя ведет прекрасно а вы не замечали почему один день идеально другой день нет что происходит в этот день когда все идеально может быть мир в этот день другой уважаемые нет бывало да бывает такое что если я мне не очень хорошо или еще что-то и он такой же но у нас сейчас еще смена зубов и вот думаю все таки вот это еще тоже дает что он где-то пытается грызть даже меня вот это пытается грызть и вот это вот его импульсивность ну может тоже с этим я понимаю что я в основном виновата с тем что он такой не виноватый дорогая вас никто не винит пожалуй мы же как думали собачка ой поиграть ой бегает это же хорошо что он бегает а потом когда мы столкнулись уже что он добегался и уже начали задумываться что то мы делаем не так потому что в основном же у всех собаки ой какое воспитание это же собака ну у нас такой был менталитет у всех я думаю я натолкнулась на ваше видео и сказала нет надо с этим что-то делать потому что если не сейчас то потом уже поздно будет согласен с вами согласен светлана смотрите по поводу вины да смотрите на мой взгляд опять вина это очень плохо да но на мой взгляд виноваты те люди которые сто процентов знали что так нельзя делать но делали вот эти люди можно сказать что вы вы сделали вы виноваты а вы же не знали поэтому а какой вине уважаемые вы же вообще не знали если бы знали сделали да вы же не знали вы пришли сюда для того чтобы узнать узнать вины вашей нет но если вы сейчас поймете что делать но будете делать как прежде можно сказать светлана да тут уже ваша ответственность и вы виноваты вы же знали что в ту дверь нельзя идти но все равно пошли светлана смотрите уважаемая вообще такая реакция еще может быть из-за того что вы мало гуляете как у вас да кстати насчет этого да но у нас такая ситуация тоже мы на севере и вот допустим если сейчас температура у нас поднялась выше нуля но у нас ветер 35 километров в час в общем мой мой боня как воздушный шарик поэтому мы мало да гуляем сейчас вот погода установится и мы этим займемся вплотную я очень рад очень честно вам говорю что вы понимаете что и в этом тоже проблема что вы это действительно осознаете да нет конечно потому что я это видела мы как-то один день мы получается в обед два часа с прогуляли и муж пришел вечером час погулял ну собаку конечно не узнать я такая думаю вообще может он заболел или что что произошло поймите когда он копит энергию дома ему негде тратить он с ума сходит он может это перенаправить в рейк в огрызание лай беспокойство возбуждение нужно же куда-то девать эту энергию светлана а если с ним гулять и тратить энергию продуктивно правильно эффективно социализировать мозгу давать задачи да он будет идеально светлана мой первый совет уважаемая вот услышите пожалуйста меня постарайтесь тогда уже будет возможность гулять прошу вас постарайтесь побольше находиться на улице да конечно лечение нашего друга социализации помните потому что объясню вам чтобы вы понимали его кругозор сейчас прохотный точечный светлана как будто черно-белое нужно раскрасить его жизнь яркими красками яркими ощущениями нужно расширить его кругозор это деструктивное поведение идет на задний план светлана когда вы расширяете кругозор когда кругозор крохотный деструктив вот здесь а когда кругозор расширяется деструктив уходит вот сюда на самый конец сознания понимаете если еще чуть-чуть поработать этот деструктив уйдет но только поймите расширить кругозор нужно светлана мы пришли вообще с другими проблемами что он у нас писался при очень был такое ну при встрече мужа вот это вот он очень очень эмоциональный и потом светлана что вы сильно привязали эмоционально его к себе да 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 это я понимаю и корю себя за это конечно опять вы же не специально так вы поймите видите любовь может злую шутку сыграть вы это тоже поняли да надеюсь конечно это да но еще хочу чтобы вы услышали я никогда это я таким должен быть чтобы говорить людям не любить прекраснейшее чувство любовь просто она должна быть понятно для собаки светлана есть вы слышали выражение слепая любовь да 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 любовь на ваш взгляд может помочь или скорее всего да навредит когда ты не видишь что собаки причиняешь дискомфорт этим а себе комфорт скажем так а потом этот комфорт тоже превращается в дискомфорт светлана такое выражение слышали любовью за душу да я бы уже это сделала не просто так я вам это говорю уважаемая не просто так хочу чтобы вы понимали вы уже поняли я очень рад что вы поняли хорошо давайте тогда по работе пару вопросов я как заметил наш друг неплохо к еде относится да он неплохо но мы отрабатывали я пришла вот в школу с тем что у него была нетерпимость гигиенических процедур то есть я не могла вообще к нему прикоснуться скорее всего это после перелома что что ему делать однозначно да и то что мы его держали и ну в общем вот это вот и как только когда ирина сказала что лапу сломал я же сразу сказал что значит процедуры были процедуры были из-за которых руки как только я беру поправить вот бывает расстегивается шейник поправить просто шейник застегнуть у там все это начинается вот это вот и смотрите смотрите уважаемое смотрите что я хочу сделать как вы считаете предложение еды вашей собаке это положительное или отрицательное положительно как вы считаете массировать спину положительно или нет я же вам знаете что советую связать еду массаж и массажем уважаемая потихонечку подниматься в сторону шеи пробовали так делать да расскажите что дальше случилось спокойно он ведет себя как только еда прекращается в руке вы так делали если вы делали так один день это не будет работать нет 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 мы же долго работаем с этим мы с этим долго работаем я чтобы его сейчас потихоньку даже вот ну как коснуться перед этим я работала ну может месяц ну недели три мы над этим работаем именно рука с едой массаж и доходите да нет с едой нет а массажем да я хочу привязать к еде следующее что еда это подразумевает трогать ошейник любишь еду ты уступишь если это кармящая рука ведь до этого у него был опыт это держащая рука чтобы со мной что-то делали правильно но ему я говорю что друг я у тебя научился жить в настоящем настоящем это кармящая рука если ты огрызаешься на кармящую руку ты останешься голодным если ты не огрызаешься на кармящую руку она будет тебя кормить любить доставлять тебя комфорт да но если ты огрызаешься ты все теряешь и еду и ко все теряешь светлана тогда аккуратненько берите поводок сейчас и позовите его к себе берите еду сумочку с мега вкусняшками на пояс да вообще не торопитесь светлана абсолютно никто вас не торопит спокойно все тело светлана так смотрите можно какое-то место где вы будете сидеть так чтобы вам было удобно чтобы сейчас он знаете что вам говорит говорит дай еду да 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 это я знаю светлана вам нужно место где бы вы не нависали над собакой одержали ровную спину помните нависать на собак очень плохая идея антуана просто на пол я могу сесть а только ровной спиной ровная спина светлана сейчас смотрите поводок удержите коленом бросьте поводок на пол и под колено нет чтобы зафиксировать зафиксировали чуть-чуть дайте длину чуть-чуть чтобы он смог где-то 20 сантиметров ходить туда-сюда но не убежать и не уйти от вас приставучий он светлана ужасно да если я сейчас гаркну а нет это он не помогает резиночку а резинку видите видите как наши друзья нам хотят помочь светлана сейчас как правой рукой даете еду значит удержите большим пальцем дайте чтобы он пока эту еду достает ну-ка начинайте трогать не массировать а начните задней части плавно берите две штучки две штучки чтобы одно он достал одна осталась светлана чтобы не прервать процесс ну-ка сейчас потрогайте ошейник и когда он что-то не так сделает вот как вы говорили гарфкнуть на него можете вот это тот момент когда нужно на него гарфкнуть как вы сказали просто я ваши слова повторяю как светлана программируйте мозг ведь когда вы держали в клинике он же также понял что нельзя его трогать больше а сейчас он понимает что шею трогают но ничего не происходит вместо этого мне еды дают понимаете что происходит ну-ка берите под этот палец два кусочка светлана пока он кушает пока он кушает ну-ка снимите а уже тяните за ошейник светлана ну-ка снимите ошейник и наденьте сняли дали еду надели дали еду сняли дали еду вот вам упражнение говорю которые вы должны практиковать сняли отлично сейчас таким же способом наденьте так будьте внимательны 2 рука сейчас должна едой сказать друг внимание держи на еду они на шею понимаете что нужно внимание должно быть на руке а он не должен сконцентрироваться на том что вы шеи делаете он должен быть сконцентрирован на еде светлана вам удавалось раньше снимать и надевать ошейник так быстро нет все приходится впервые уважаемая вы поняли упражнение которое вы должны делать вот снять вот смотрите хотите я вам более хороший совет дам еду палец палец уберите и откройте доступ к еде в руке только тогда когда вы сняли поводок а ну а шейник сперва пусть пока он вот так идти как шеи сняли откройте палец все вот именно так уважаемые поняли да почему я вам изначально дал совет коленом удерживать от поводок в обратном случае он бы сейчас ушел светлана учитесь видеть ситуацию заранее заранее подготовить ситуацию так чтобы вы не проиграли каждый проигрыш вы падаете в бездну друзья старайтесь не проигрывать а просчитать ситуацию так чтобы все было по вашему сценарию светлана что скажете уже хорошо трогаете он конечно отходит ему не нравится но все-таки привлечение едой говорит что здесь все-таки вкуснее чем я отойду сейчас скажу вам так отойди это плохая идея да уйти ситуации поэтому поводок под вашим коленом сейчас он начинает понимать что когда трогают за шею это выгодно оказывается это выгода лапкой говорит быстрее быстрее давай да друзья видите как можно считывать ситуацию да изначально когда собака села перед светлана начала лаять я сказал он еду хочет светлана эти моменты уже понимает да вот этот манипуляцию и светлана очень хорошо понимает надеюсь что когда он лает и требует еду ни в коем случае нельзя этого давать ни в коем случае а то мы научим требовать лаем лаем требовать мы научим многие люди даст кого еду хочешь держи мой друг считая что он что-то хорошее и доброе сделать для собаки да друзья на первый взгляд ведь так и видно да собака пришла села смотрит на человека лает дай мне ой дорогой еду вы бы держи почему следующий раз собака так не не должна сделать и почему собака не должна понимаешь слушай я гавкнул и все получилось и эта линия будет развиваться эта линия будет развиваться как манипулятор к едете светлана смотрите еще один момент вам скажу старайтесь сумку держать на спине не на баку а на спине вот смотрите второй раз когда вы это делаете да сейчас же вы ему дали что-то жевать до заняли пасть и надели ашень в этом случае дайте две три штучки чтобы он больше был увлечен процессом ждувать и не сосредотачиваться на том что делается на шее светлана ну-ка сейчас можете гаркнуть на нее видеть дерзко себя ведет сейчас говорит дай еды ну-ка мать и одернуть и как бы я ваши слова я бы никогда вам так не сказал вы сказали просто как вы сказали ну ладно сделайте замечание если сейчас увидите что она наглеет голосом а вот когда он сейчас успокоится придет себя предложите только сразу не дайте паузы дайте паузы чтобы собака успела с одного состояния прийти в другое только тогда можете продолжить вот так и когда вы голосом что-то делаете тоже можете поводком но смотрите светлана я вам знаете что посоветую с этим нашим другом использовать шлейку потому что вы сейчас не можете делать замечания ошейником потому что шеи уже и так связан плохой опыт а дергивание шеи нехорошая идея сейчас это может быть через неделю через две недели вы можете ошейником на данный момент я посоветую шлейку вам чтобы вы через шлейку делали замечание они через ошейник поняли для чего это я вам советую шлейку наденем для того чтобы не отдергивать за шею ведь 6 мы хотим что привязать светлана сейчас а если она себя ведет плохо мы вынуждены отдернуть правильно чтобы воспитать нашу собаку но опять коррекция влияние идет на шею было бы здорово если бы вы научились делать замечание с шлейкой момент когда мы будем шеи работать и внедрять доверие а потом и шеи можете но на данный момент было бы здорово шлейкой светлана вот сейчас ведь он пришел в другое состояние значит сейчас можно продолжать до этого нельзя было потому что он сейчас продолжайте ведь он не против он сам говорит дай еды он сам просит еды но когда вдруг он папа вот вы сейчас так делаете он захочет вас укусить нужно конкретно ему сказать что он был неправ конкретно сказать не значит что-то плохое сделать собакой друзья светлана а сейчас можете шлейку надеть давайте сейчас сделаем для чего я хочу посмотреть вы можете корректировать шлейкой едой вот сейчас не нужно это силой знаете обманным путем можно знаете без борьбы помните друзья вместо того чтобы бороться обхитрить и собаку еду сейчас не давайте не давайте сейчас кусал вашу на дело надели сейчас сейчас промахнулась ничего страшного едой просто не давайте а едой перенаправляйте внимание потому что сейчас он не особо хорошо себя повел вот так успокоился дайте светлана можете руку с едой приблизить к носу и увести чтобы переключить его внимание от того что вы делаете на вашу руку и на желание получить виду а сейчас ему дайте три штучки пока он жует занят чем-то вы подправляйте спину уважаемые так тоже можем дайте несколько штук сейчас пока он это жует работайте там сразу дайте дорогая сразу дайте тогда я вам так посоветую дома для замечания используйте шлейку на улице ошейник на улице он не будет на это внимание обращать он будет очень рассеянным он еще еще не немножко не социализирован то есть его все будет интересовать все а дома друзья он сконцентрируется на этом хотя можно и на где-то неделю или две недели светлана можно и на улице тоже шлейкой гулять полностью увести от шеи этот момент просто поработать дома шеи вы слышали меня уважаем то есть ваш путем несложный светлана честно я же тоже вижу эту ситуацию просто я вижу немножко избалована собачку светлана избалована я бы сказала но самое интересное вот он что смотри когда прыгает так на ваши руки или что в бок одерните шлейка хочу и вам шлейкой научить как его корректировать бог вот так вот отлично светлана отлично поняли да только в бок а сейчас дайте рукой еду а та рука который держит поводок шея вот так вот так уважаем вот так а сейчас давайте усложним задачу хотите уберите руку сейчас трогайте смотрите внимательно меня послушайте потом сейчас левая ваша рука сперва тронет шею момент как ваша рука прикоснется к шеи та рука идет назад к сумке поняли да сперва мы как делали светлана давали еду потом шею да второй этап шея потом еда понимаете сначала коснулся правой рукой только тогда лезу в сумку дать ему иду синхронно как коснетесь шеи он должен видеть что ваша та рука ушла назад он старт сразу памятка еде трогайте шею и та рука идет назад а поняла вот так видите внимание где светлана видели поняли да первый этап как начали сейчас к чему пришли сначала мы с едой делали с еда потом шея сейчас шея потом еда то есть мы потихонечку двигаемся светлана а при неправильном поведении шлейкой бог светлана есть ничего сложного я вам не советую делать все просто светлана все же просто да да только это привыкнуть к этому и отрабатывать до автоматизма светлана шея рука и вот третий этап хотите третий этап тоже вам объясню что нужно сделать видите сейчас когда ваша рука трогает шею приблизительно от трех до пяти секунд когда вы достаете еду и даете да третий этап тянуть время светлана тянуть время поняла что и подольше держать на шее а потом еду да да очень способны ученицы вы светлана стараюсь иначе никак вот умница вы отлично отлично дайте уже время светлана уже время с каждым разом миллисекунды увеличиваете долго сразу не делайте он еще не подготовлен светлана может сорваться поэтому долго не делайте 5 секунд 7 10 13 15 17 20 вот так уважаемой вам некуда торопиться светлана некуда согласны со мной вопросы я вас жду на следующей неделе с результатами потому что уже вижу хорошо мы будем отрабатывать витлана вы тоже да видите как начинает работать да да и он во первых сейчас уже как-то успокоился и может действительно то что вот сейчас на шее нету вот этого давления может еще это его раздражало что есть одергивание я не знаю потому что когда маленький он был дом они меня дергиваете его на поводке дергиваем но почему-то когда только поводок на ошейник вот так бог только в бог ошейник что светлана ошейник когда мы надеваем сейчас я вообще его не снимаю только в момент когда мы его купаем надеваю надеваю я на него ошейник все он настолько вот дискомфорт сейчас наденьте надеть ошейник а да как как то этого мы делали также делайте спокойно светлана спокойно ну по крайней мере уже нету вот этого вот постоянно чтобы вспотел мою руку но единственное что я сейчас работаю одной рукой когда две руки мне кажется его еще это то что две руки и я же застегиваю получается светлана да 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 ну сейчас он не вот сейчас делайте вот сейчас же тоже используете две руки одна рука сейчас дайте ему три грану вот три штучки еды и двумя руками играйте на пианино только попробуйте попробуйте дать три штучки и двумя руками снимать одевать вот пожалуйста на я все поняла то есть его нужно сейчас приучить к тому что раз я трогаю ошейник он получает еду сколько бы я этим не занималась абсолютно так абсолютно вы отличница светлана но учитесь хорошо я вам скажу способная вы светлана у вас остались вопросы уважаемые на данном этапе нет я буду работать я поняла как сейчас шлейкой работать но немножко буду переучиваться скажем так вот и постараемся вам прислать отчет за неделю сделать то что мы смогли не думали что попаду так вот даже очень сильно волновалась оказывается ничего и страшного нет а я такой же обычный человек как и вы светлана оказывается для нас то вы гуру я всего лишь посвятил больше времени собакам чем вы всего лишь светлана всего лишь 25 лет своей жизни посвятил конечно мы скажем так еще я сильном возрасте по вашим меркам спасибо вам огромное очень рада было своими познакомиться мы будем стараться я думаю у нас все 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 получится даже не думаю у нас все получится уже есть хорошие результаты спасибо огромное спасибо большое спасибо большое ирина ольга пишет спасибо огромное то он всегда восхищаюсь верностью и простотой ваших решений александр шоулин пишет спасибо большое вам антуан за то что даете нам такие большие знания анна пишет антуану большой привет и большое спасибо анна пишет наш анна про которые ты как раз спрашивал начале вебинара да благодаря вашему разбору ну вот прогулки да не разбора прогулки живой больше уверенности появилась и поэтому арчи перестал бросаться на людей спасибо вам ура ура анна я так за вас рад просто анна я ожидал от вас видео чтобы не только я радовался но и все радовались этому анна как получится так и сделаете и также она дописала антуан что как много все же значит наши эмоции друзья вообще очень важный роль нашей жизни играет вы считаете что ваш постигла неудача черная полоса да вы же знаете что в эмоциональном состоянии вы неправы 90 процентов случаев вы будете неправы принимая решение или то сего любой ситу вы такой опыт наверняка есть у вас принимать решение взрывы эмоции возбужденном состоянии ли трезво вот когда трезво будете вот почему у трезвых людей которые привыкли научились видеть мир трезво почему у них нет черных волос неудач минимизирована у них друзья потому что они трезво смотрят на ситуацию и ошибаются минимально ясный ум слышали ясный ум вот пожалуйста ясный ум заставить 20 сделать правильный выбор возбужденный ум даст заставить вас сделать неправильный выбор чтобы вы потом говорили что у вас жизни черная полоса ничего не получается какая-то неудача но ничего не надо переживать после черной полосы обязательно будет белое друзья хватит тебе рассказывать эти сказки лучше сделайте ясным ваш ум и не будет существовать больше ни черных ни белых полос будет просто ясным он все антуан добрый день работаем как вы говорили вот такие у нас небольшие но успехи я застегнула расстегнула поправила шейник как нужно пришли мы сейчас улице нужно полностью вытащить все из подошейника потому что волос спутывается и вы потом 40 минут его еще причесываем он терпеливо ждет мальчик молодец так что у нас успехи есть есть успехи и с личным прострого вернее с границами вот так что небольшой отчет от нас он молодец он понимает все либо я научилась ему доносить то что нужно в общем мы погуляли и сейчас вот ошейник я поправляю натягиваю расправляю он терпеливо терпеливо ждет вот такие наши вот успехи спасибо вам большое будем дальше работать над другими проблемами и у нас достаточно до свидания